Всем привет! С вами Валентина и сегодня по многочисленной просьбе моих зрителей я покажу вам топ 5 идей моих любимых заготовок на зиму 2023. Мы с вами приготовим салаты, завялим обалденные помидоры, с которыми ваши семейные завтраки станут еще вкуснее, приготовим вкуснейшие помидоры в желатине, ну и конечно засолим огурцы без использования сахара и уксуса. Поехали! И начну я с моего любимейшего салата на зиму, который я часто показываю в своих видео с экономным меню. Называется он глобус, этому я уже считаю семейному рецепту более 10 лет и поделилась с ним сестра моего мужа. Спасибо ей за такой прекрасный рецепт. Итак, нам понадобится 2 килограмма помидор. Посмотрите, какие красавчики у меня выросли в этом сезоне в теплице. Нарезаем их или полукольцами, или если помидоры у вас большие, как у меня, то режьте на четверть кольца. Также режем полукольцами 1 килограмм лука и 1 килограмм сладкого перца. 1 килограмм моркови натираем на терке по-корейски или режем тонкой соломкой. Самое сложное уже позади. В большую кастрюлю, если не ошибаюсь, она у меня или на 7 или на 8 литров, выкладываем сначала помидоры, добавляем 1 стакан сахара, у меня стакан 180 миллилитров, сегодня все будем мерить по нему, 2 столовые ложки соли и 400 миллилитров подсолнечного масла. Включаем умеренный огонь и ждем, пока помидоры дадут сок. Затем добавляем репчатый лук, немножко перемешиваем, затем отправляем перец и в конце добавляем морковь. Через 10-15 минут вся эта красотища закипит, газ убавляем на минимальный, накрываем крышкой и варим примерно 20-25 минут. Как только овощи немного дадут усадку, можно уже периодически перемешивать наш салатик. За 5 минут до готовности добавляем 100 миллилитров 9% уксуса. Затем раскладываем салат по чистым стерильным банкам, накрываем стерильными крышками и закатываем привычным вам способом. Мне сегодня помогает готовить салаты и закатывать банки мой муж. Затем банки переворачиваем, укутываем в тепло и оставляем так до полного остывания. На выходе у меня получилось 9 банок по 0,5 литров. Получается очень вкусный салат, рекомендую вам обязательно попробовать его приготовить. А мы приступаем к приготовлению моих любимых вяленых помидор. Я рекомендую использовать помидоры небольшого размера, в основном я использую сливовидные сорта. Они плотненькие и не очень сочные внутри, то что нужно. Помидоры я промыла, здесь у меня 1,5 килограмма. Отрезаем у них плодоножку и разрезаем пополам. Можно мякоть убрать, так они приготовятся быстрее. Но я вам скажу, по моему опыту, не намного быстрее. Поэтому я оставляю с мякотью. В емкость добавляем 3 столовые ложки подсолнечного или оливкового масла. Добавляем соль по вкусу и любимые специи. Я добавила сладкую паприку, итальянские травы, можно добавить сушеный базилик. Но я добавлю свежий базилик непосредственно, когда будем закладывать всю эту красоту в баночку и заливать маслом. Перемешиваем, оставляем так на 2-3 минуты, а затем выливаем подготовленную смесь в помидоры. Затем раскладываем помидоры на поддоны. У меня получилось 2 поддона помидор. Ставим на сушильную машину. Мощность моей сушилки составляет 520 вольт. Температура на ней не выставляется, только есть мощность 1 и 2. Я сушу на второй мощности. Конкретное время приготовления помидор сказать не могу, так как это зависит от размера помидор, их сочности, мощности вашей сушильной машины или дегидратора. Вы смотрите по состоянию помидор. Они должны почти быть сухими, гнуться, но не пересушить их до состояния хруста, как у меня получилось, когда я первый раз их готовила. В итоге у меня помидоры вялились 15 часов. Затем на дно чистой стерильной банки выкладываем слоями чеснок, порезанный на пластинке, веточки укропа, свежий базилик, помидоры и повторяем так слои. Затем заливаем или оливковым маслом, или подсолнечным, так, чтобы помидоры полностью были покрыты. И закрываем стерильной крышкой. Храним в холодильнике. В таком варианте они спокойно простоят 6 месяцев. Если вы хотите сохранить вяленые помидоры на больший срок, то перед тем, как заливать их маслом, прокипятите его. Я люблю кушать такие помидоры с творожным сыром на завтрак. Это очень вкусно! Дальше поделюсь с вами еще одним рецептом вкусного салата на зиму из кабачков. Его еще называют Uncle Ben's. А появилось это выражение из-за рекламы консервации в США во второй половине 90-х годов. Кто жил в то время и кто помнит, поймут, о чем я говорю. 2 килограмма очищенных от кожуры семян кабачков нарезаем небольшим кубиком. Примерно 250 грамм моркови натираем соломкой на терке по-корейски. Репчатый лук 500-800 грамм и помидоры 500 грамм тоже нарезаем небольшим кубиком. В кастрюлю выкладываем стакан томатной пасты. Напомню, в моем стакане 180 миллилитров. Выливаем 500 миллилитров воды. Добавляем 3 столовые ложки соли. Стакан сахара и стакан подсолнечного масла. Перемешиваем, включаем газ и на умеренном огне доводим до кипения. Затем выкладываем в кастрюлю кабачок. Перемешиваем, доводим до кипения и провариваем так примерно 3 минуты. Затем с интервалами в 3 минуты добавляем морковь, лук, помидоры. И для тех, кто любит пикантность в салатах, я еще рекомендую добавить небольшой острый перчик. Все хорошо перемешиваем, доводим до кипения и варим примерно 30 минут. Все зависит от кабачка. Готовность пробуйте на вкус. За 5 минут до готовности добавляем 80 миллилитров 9% уксуса. Также раскладываем салат по чистым стерильным банкам. Накрываем стерильными крышками. Закатываем, переворачиваем крышкой вниз и укутываем в тепло. Оставляем до полного остывания. На выходе у меня получилось 8 банок по 0,5 литров. И еще немного осталось на еду. А со следующим рецептом со мной поделилась моя сестра. И это помидоры в желатине. Это очень вкусно. Кто ни разу не пробовал, рекомендую. Спасибо сестре за рецепт. Полтора килограмма помидор промываем. Отрезаем плодоножку. И разрезаем на 4 части. Помидоры для этого рецепта тоже берите. Или сливовидные, или другие помидоры небольшой формы. В чистые стерильные банки по 0,5 литров каждая выкладываем зубчики чеснока, порезанные пластинками, веточки укропа, перец горошком. И также можно добавить репчатый лук, порезанный тонко полукольцами. Я сделаю две банки с луком. Лук с помидорами выкладывайте слоями. Закладываем в банки порезанные помидоры. И пока накрываем стерильными крышками. А пока подготовим маринад. Маринад будем готовить из расчета на 1 литр. Кладем примерно 2-3 столовые ложки сахара. 1 столовую ложку соли. Перемешиваем и доводим до кипения. Даем прокипеть 1 минуту. Кастрюлю снимаем с огня. Добавляем 2 пакетика быстро растворимого пищевого желатина. 1 пакетик 10 грамм как раз идет на объем 0,5 литров. Перемешиваем его до растворения. И в конце добавляем 1 столовую ложку 9% уксуса. Снова перемешиваем и уже разливаем по баночкам. У меня, как вы видите, 5 банок по 0,5 литров каждые. Накрываем банки стерильными крышками. И отправляем стерилизоваться в банки в кастрюлю на 15 минут. На медленном огне. Вода должна немного побулькивать. И теплую воду наливайте по плечике банок. Затем также закатываем банки. Переворачиваем и отправляем в тепло до полного остывания. Ну и финальным рецептом сегодня будут соленые огурцы. Или еще их называют квашеные или бочковые. Без использования сахара и уксуса. Кто его не любит. Возможно, для кого-то этот рецепт не покажется новым. А для кого-то и да. Потому что все новое это хорошо забытое старое. Итак, в хорошо промытые соды и в воде банки. У меня две банки по 1,5 литра каждая. Выкладываем чеснок, порезанный пластинками. Душистый перец 5 горошин. Листья вишни. Смородины. Веточки укропа. Зонтики укропа. И немного лаврового листа. Если у вас есть листья хрена, то обязательно добавьте его. С ними огурчики будут более хрустящие. У меня хрена, к сожалению, нет. Выкладываем плотно в банку огурцы. Огурцы я предварительно замочила в холодной воде на 2 часа. А затем хорошо их промыла. В холодную отфильтрованную воду из расчета на 1 литр воды добавляем 1,5 столовой ложки соли без горки. Перемешиваем до растворения соли. Заливаем банки соленой водой так, чтобы огурчики были полностью прикрыты ею. Это важно. Прикрываем стерильными крышками, но не закручиваем и не закатываем их. Ставим глубокую тарелку, так как наши огурчики будут бродить. И ставим в теплое, желательно темное место. Примерно на 3-4 суток. Это зависит от температуры в помещении. Чем она выше, тем быстрее перебродят ваши огурчики. На вторые сутки огурчики у нас уже начали бродить. Появилась пена. Это нормально. Вода в банке помутнеет. Не бойтесь этого. А огурчики станут желтого света. У меня огурчики приготовились на четвертые сутки. Вы увидите, пена начнет уменьшаться. Активного брожения уже нет. А это означает то, что огурчики уже готовы. И их можно кушать. Или пробовать на вкус. Но нам надо законсервировать эти огурчики на зиму. Для этого сливаем маринад в кастрюлю. А банку прям с огурцами ополаскиваем под проточной водой. И это нужно для того, чтобы смыть вот этот образовавшийся во время брожения мутный осадок на дне и на огурцах. Рассол доводим до кипения. Пену снимаем. И даем прокипеть на медленном огне 5 минут. Заливаем огурцы маринадом, накрываем крышками и закатываем привычным для вас способом. Переворачиваем для того, чтобы крышки обдались кипятком. Накрывать не обязательно. Банком даем остыть и храним дома при комнатной температуре. И если вы все правильно сделали, рассол через некоторое время у вас станет прозрачным. Если вам хочется продолжения второй части заготовок на зиму, а мне есть что еще вам показать, давайте наберем под этим видео 2000 лайков. И вторая часть обязательно выйдет. До новых встреч! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok